Всем огромный привет! Сегодня мы с вами будем готовить очередное вкусное блюдо из моих любимых баклажан. У меня вот такие три баклажана. Можно взять один крупный, но у меня они средние. Если мелкие, берите даже побольше. Я, например, обожаю, когда в этом блюде баклажан побольше. Капуста, помидоры. Можно вместо помидор взять томатную пасту. Тертая морковка, чеснок, баклажаны чеснок любят, и зелень. Мы сегодня с вами будем тушить баклажаны с капустой. В первую очередь нам с вами нужно почистить баклажаны. Очищаем все баклажаны от кожуры. Я это буду делать вот такой обычной овощечисткой. Быстренько-быстренько почистим баклажаны. Вообще блюдо очень-очень простое. Чем-то похоже даже на рагу с овощами. Но, скорее всего, это и есть рагу. Тут присутствуют одни овощи. Мяса здесь у нас не будет. Я иной раз даже люблю кушать овощи без мяса. Вот так очищаем все баклажаны. Кто, конечно, любит баклажаны с кожурой, можете баклажаны не чистить. Но я баклажаны с кожурой не особо, если честно, люблю. Я хотя и делала недавно баклажаны по-корейски. Там я баклажаны не чистила. Но все же я делала как бы с двумя видами баклажанов. Половину баклажан почистила, половину не почистила. Мне все же нравятся больше чищенные баклажаны. Баклажаны очищены. Помидоры я тоже буду чистить. Чтобы не было тоже никакой кожуры, она потом попадается, и это не очень вкусно. Ну и вот так вот быстро, обычной овощечисткой, я почистила помидоры. Теперь нам надо порезать баклажаны не тонкой соломкой. Сейчас я постараюсь как-нибудь это сделать. Все равно они у нас в капусте немного разварятся. Вот где-то вот так. Но они должны приготовиться. Вот где-то примерно такой толщины соломкой и длины я буду резать баклажаны. Брусочками, наверное, да, так скажем. Такими брусочками мы нарезаем баклажаны. Вообще это блюдо очень-очень сытное и вкусное. Его можно использовать как самостоятельное блюдо. Да, кушать просто так, как баклажаны с капустой. Можно подавать с рыбой, можно подавать, хотите, с мясом, потому что это чистые овощи. Можно отварить курицу. А можно съесть так. Можно кушать в горячем виде. Можно кушать в холодном виде. Мне кажется, что в холодном еще даже, наверное, будет вкусней. Я, конечно, больше люблю кушать такие баклажаны с капустой в горячем виде. Прямо сразу со сковородки. Они, конечно, получаются безумно вкусные. Во-первых, если вы пригласите гостей, они никогда не догадаются, что у вас в капусте. Капуста приобретает такой очень необычный вкус за счет баклажан. Мы, конечно, с вами... У меня эти баклажаны не импортные, а грунтовые. Поэтому, когда я делаю это блюдо зимой, я покупаю импортные баклажаны. Они стоят не особо, конечно, зимой дешево. То я их, конечно, не вымачиваю, не солю, не жду, пока из них выйдет горечь. Сразу режу, бросаю на сковородку и жарю. А эти баклажаны грунтовые, поэтому мы сейчас их с вами немножко доведем до ума. Мы, наверное, их посолим и оставим минут на 15-20, чтобы вышла лишняя влага, во-первых, которая нам не нужна с вами. Во-вторых, выйдет лишняя горечь. И, в-третьих, баклажаны меньше будут впитывать масло. Вот так. Нарезаем все вот такими вот брусочками. Баклажаны нарезала. Вот столько у меня получилось. Конечно, у меня баклажан получилось намного больше, чем капусты. Вообще, можно брать где-то грамм 300-500 примерно капусты и один такой средний, достаточно баклажан. Но я беру побольше баклажан. Будет повкусней. Сейчас мы их с вами посолим, доведем до ума. Оставлю на 15-20 минут, чтобы выпиталась вода. Вот так обязательно помешайте, чтобы все баклажаны были покрыты солью. Перемешиваем и оставляем на 20 минут. Вот так. Пока наши баклажаны с вами просаливаются и отдают воду, я, наверное, нашинкую капусту. Капусту шинкуйте абсолютно как вам удобно. В этом нет никакой разницы. Будете вы ее шинковать мелко, крупно. Режьте ее так, как вы режете на обычную солянку, на обычную тушеную капусту, когда вы ее тушите. Я ее тоже буду, наверное, шинковать вот такой вот недлинной соломкой. Конечно, шинковщица капусты из меня практически никакая. Наверное, мое самое нелюбимое занятие на кухне – это месить тесто и шинковать капусту. Вот это я очень сильно не люблю. Хотя обожаю пельмени, обожаю пиццу. Вот так. Нашинкую сейчас всю-всю капусту. Ну и вот так я нашинковала капусту. Такой у меня тазик получился. Но не бойтесь, она ужарится еще в два раза. И, по идее, все наши приготовления закончились. Нам остается только порезать помидор. Я его буду резать мелко-мелко. Но его еще можно пропустить через блендер или через мясорубку. У кого что есть. Баклажаны наши стоят, отдают сок. Сейчас еще буквально минут 10. Они уже вот такие вот мокренькие. Еще минут 10 они постоят. И будем с вами продолжать. Баклажаны постояли. Дали сок. Я его слила. И теперь мы отправляем баклажан на сковородку. В сковороду наливаю масло. Ну, примерно вот столько, чтобы покрыть дно. И кидаем сюда наши баклажаны. Буду чуть-чуть совсем обжаривать баклажаны. И потом буду закладывать капусту. Обязательно вам все покажу. Вот так вот кладем баклажаны. Жарится. Ну, а пока баклажаны жарятся, я нарежу помидоры мелко-мелко. Очищенные помидоры нарежу мелко-мелко. Очень мне не хочется пачкать блендер. Я бы, конечно, их пропюрировала. Да, так называемое. Ну, сделала такую пюрешку. Пропустила бы их через блендер, конечно. Но мне не очень хочется на ночь глядя доставать блендер. Во-первых, это все лишняя посуда. И это все надо потом будет мыть. Поэтому я постараюсь просто нарезать помидоры мелко. А там они у нас уже при тушении отдадут свой сок. Ну, даже если они будут чувствоваться, это все равно будет очень вкусно в блюде. Но я постараюсь как можно мельче, конечно, нарезать помидоры. Вот примерно вот так. Вот так я по возможности мелко нарезала помидоры. Сейчас сюда же в помидоры я выдавливаю молодой чеснок. У меня он пока молодой. Не китайский. Вот сюда же в помидоры выдавливаем чеснок. Чеснок я выдавила и нарезаю мелко-мелко укроп. Мелко-мелко нарезала укроп. И как только обжарились наши баклажаны, добавляю к ним капусту. Прямо вот так сверху буду закидывать на баклажаны капусту. Вот столько у меня получилось. Практически полная сковородка. Но повторюсь же, она ужарится буквально в два раза. И ее будет пол сковородки. Сверху кладу морковку прямо сейчас. Морковку я натерла на средней терке, не на крупной. Такая она у меня чуть, посмотрите, как перышками. Хотела вначале потереть на корейской. Но, думаю, лучше потру тогда на средней. Положили морковку. Такая красота у нас получается. Такие яркие-яркие краски. И сейчас накрою крышкой и немножко протушу баклажаны вместе с капустой. Вот так у нас утушилась капуста. Довела ее до мягкого состояния. И сейчас буду сюда отправлять помидоры с чесноком. Прямо вот так помидоры с чесноком. Бросаю в сковородку. Посмотрите, какая красота. И буду теперь тушить до готовности. Можно также немного посолить. Я прям посолю вот так через солонку. Но потом буду пробовать и доводить по вкусу. Приправы я в этот раз никакие класть не буду. Потому что хочу чувствовать вкус овощей. Единственное, что положу, это черный перец. Тоже можете положить его по вкусу. Остальные все приправы тоже кладите абсолютно любые. По вашему вкусу. Какие любите вы. Я не хочу просто забивать в этот раз вкус овощей какими-то приправами. Вот так просто посолила и поперчила. Накрываю крышкой и довожу до полной готовности. И не забывайте помешивать. Чтобы у вас не пригорело. Вот так у нас с вами все протушилось. Добавляем укроп. Накрываю крышкой. И выключаю. 5 минут и все готово. И покажу вам уже на тарелке. Ну и вот такие вкусные-вкусные баклажаны, тушеные в капусте у нас получились. Блюдо получилось очень сытное. Очень вкусное. Его можно использовать как самостоятельное блюдо. Холодное оно будет еще вкуснее. Я его буду кушать на ужин. Вот с такой котлеткой. Это зраза с сыром. Не моего производства. Но мы с вами как-нибудь обязательно сделаем. Покупные. Вот такое хорошее блюдо. Также к этим баклажанам можно подавать на гарнир рис. Или подавать эти баклажаны к отварной курице. Или можно подать их к рыбе на пару, например. Очень вкусное, на мой взгляд, полезное блюдо. У меня получились вот такие баклажаны. Они получились мягкие-мягкие. Я их резала достаточно крупно, поэтому они у меня не особо развалились. Но я знаю, в это блюдо баклажаны режут и мельче. И в тушеной капусте они практически не видны. Сейчас мы с вами попробуем. Это очень вкусно. Вкус очень необычный. Если порезать баклажаны мелко, ваши гости никогда не поймут, с чем у вас тушеная капуста. Вот такая красота. Я просто люблю баклажаны покрупнее. Капуста тоже очень вкусная. Такая сладенькая. Берите хорошие сорта капусты, чтобы блюдо у вас получилось вкусное и хорошее. А на этом все. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что подписываетесь. Ставите лайки. Кто не подписался, обязательно подпишитесь. Нажмите на колокольчик, потому что мы с вами еще что-нибудь обязательно приготовим, чтобы не пропустить мою кулинарную стряпню. А всем остальным пока. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok